Здравствуйте! Информационный час на канале НТМ продолжит программу «Тревожная кнопка» в студии Валерия Никитина. В Розаевке спасли мужчину, который едва не сгорел в сторожевом вагончике. 25 марта около 6 часов вечера в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на улице Новобазарная. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь охватил 24 квадратных метра. Как стало известно позже, сторож побоялся заскучать субботним вечером и пригласил к себе двоих знакомых. Через какое-то время один из гостей и сторож вышли на улицу и позже увидели, что из вагончика идет сильный дым. Именно они вызвали пожарную охрану. Оставшегося внутри товарища мужчину вытащили на улицу, но он успел надышаться ядовитыми парами и получил ожоги 25 процентов тела. Причина пожара устанавливается. А в Ичалковском районе пенсионерку спасти не удалось. Женщина 1939 года рождения заживо сгорела в собственном доме. Пожар вспыхнул рано утром. Причины возгорания устанавливаются. Минувшей ночью в Саранске сгорел гараж. К счастью, пострадавших нет. Строение повреждено на площади 20 квадратных метров. Гололед ночью, растаявший снег играть на дорогах днем, становится большой проблемой для автолюбителей. На минувших выходных произошла авария на трассе Саранск-Большие Березники. Очевидцами стали пользователи социальных сетей. Увиденным они поделились в одном из популярных пабликов и рассказали, что пострадали две девушки. ДТП с пострадавшими произошло на 193-м километре автодороги обход Саранск-М5-Урал. Столкнулись два автомобиля. В результате пострадали пассажиры Грейт Волл, среди которых был ребенок. В Саранске на проспекте 70 лет октября два водителя не поделили перекресток. В результате столкновения один из автолюбителей угодил в реанимацию. А днем 25 марта пьяный автомобилист не справился с управлением и, пробив ограждение, вылетел в кювет. Серьезных травм мужчина не получил, пострадал только автомобиль. Теперь водителя ждет лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. Год и 8 месяцев проведет в колонии строгого режима 23-летний угонщик из Чамзинского района. Так решил суд. Места не столь отдаленные молодого человека привел зеленый змей. Будучи под шофе, он отправился на поиски приключений. Пешком идти не захотелось, и парень угнал автомобиль в поселке Комсомольский. Приговор был обжалован стороной защиты Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия признала его законным и обоснованным. Приговор вступил в законную силу. А вот в Ковылкинском районе двое мужчин обчистили карманы своего 51-летнего знакомого. Мужчины 27 и 28 лет решили навестить своего приятеля, у которого распивали спиртные напитки. Убегившись, что владелец квартиры крепко спит, гости прибрали к рукам два судовых телефона и банковскую карту, с которой вскоре сняли 8 тысяч рублей. Свою вину они полностью признают. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия прошли специальные учебно-методические сборы. В них приняли участие инструкторы по боевой и специальной подготовке групп кадров и работы с личным составом учреждений, а также сотрудники управления. Были изучены нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность сотрудников УИС. Не менее важна огневая подготовка, мягкость и твердость руки – залог успеха. Также состоялся смотр внешнего вида в повседневной форме одежды. Завершили сборы занятием по строевой подготовке. Материнский капитал. Спасение и подспорье для одних и шанс совершить противоправные действия с целью собственной выгоды для других. Такой вопиющий случай зарегистрирован и в Мордовии. Злоумышленница предоставила фиктивные документы и незаконно получила 250 тысяч рублей из средств материнского капитала. В этой криминальной схеме оказались задействованы несколько кооперативов, выдававших кредиты на приобретение ветхого жилья по завышенным ценам. По предварительным данным, гражданка предоставляла в территориальный орган государственные учреждения заведомо ложные и нестоверные сведения об улучшении жилищных условий для приобретения жилых помещений, а также фактической стоимости приобретенных домов. В действительности, недвижимость в сельских районах республики имела ветхое состояние и большая часть была непригодна для жилья. Мордовия продолжает активную подготовку к чемпионату мира по футболу. В связи с этим все силовые ведомства проводят тактические учения. На одном из таких учений совместно с группой оперативного реагирования побывали мои коллеги Анастасия Целигина и Евгений Фролкин. Действия оперативников сложены до автоматизма. Как только на пульт дежурного поступает сигнал, он незамедлительно сообщает группе оперативного реагирования о вызове, указывая при этом координаты точки, с которой поступил звонок. Далее отряд Росгвардии направляется к нужному адресу и спешит ликвидировать преступника. По условному замыслу, сегодня злоумышленник находился в отеле «Адмирал». Для проведения учений этот объект был выбран не случайно, так как он является одним из тех отелей, которые будут встречать гостей и участников предстоящего мундиаля. Зайдя внутрь здания, правоохранители выяснили, кто нарушает порядок, и задержали злоумышленника. Затем его направили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Стоит отметить, что задержание условного преступника проходило в обычном режиме. Никто из отрядов неведомственной охраны не подозревал, что вызов ложный. С момента создания войск Национальной гвардии, куда вошли и подразделения неведомственной охраны, функции и задачи не изменились. Как мы осуществляли охрану объектов на договорной основе, так и продолжаем это делать. У нас на реагирование существует группа задержания, которые по сигналу тревога выезжают и выясняют на месте причины срабатывания. А теперь наша постоянная рубрика «Внимание! Розыск». Саранские полицейские разыскивают Олега Уляхина. Мужчина ушел из дома три месяца назад и до сих пор о его местонахождении близкие ничего не знают. Попытки самостоятельно его разыскать оказались безрезультатны. Приметы. На вид 45-50 лет, худощавое телосложение, рост 175-180 см, волосы светлые, глаза серые. Был одет в черную кожаную шапку, черную куртку с меховым воротником, черные джинсы с белыми полосками. Если вам что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить в дежурную часть по телефону 29 90 39 или в отдел уголовного розыска 8 999 778 18 81. Больше новостей читайте на нашем сайте и в официальной группе ВКонтакте. На сегодня это все. Оставайтесь на НТМ. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok